Мы частями затрагивали на самом деле вопросы уже по 2015 году. И я думаю, что и в первых докладах Сергея, и Миша сегодня говорил, и что было немножко. Мы пытаемся углубить эту тему. Мы поговорим, какие ощущения у участников рынка из разных городов, из может быть даже разных немножко сегментов, есть по 2015 году. Что они видят в ближайшей перспективе и что они делают с собой. И что может быть они готовы порекомендовать. Есть ли смысл нам представлять героев? Давай, Свет, мы немножко все-таки сделаем это. Я думаю, есть. Я хочу как раз представить наших героев. Мы, к сожалению, не заготовили заранее вот эти волшебные с Бэтмена вылетающие заставки. Но с нами Бэтмен Роман Петров, IT-констракт Новосибирск. Супермен Сергей Рыжиков. Мишу Таковинку, софт. И Степан Овчинников. Интер-Волга мне подсказывают из первых рядов. Номинация продакт-плейсмент сегодняшней партнерки. Да. Твоими усилиями. Я хотела сказать шутку, но, наверное, было бы не очень. Давай продолжай тогда. Хорошо. Друзья, ну смотрите, у всех есть микрофоны. Мы тут… А, не у всех есть микрофоны. Рыжиков с микрофоном, удивительно. Степан не заработал пока микрофона, но в качестве компенсации. Я тебе да, я буду делиться с тобой микрофоном. Давайте мы начнем, наверное, с первого вопроса. И у нас есть большая просьба делать это достаточно в сжатых тезисах, без длинных рассуждений. Что было в 2015 году? Значит, мы хотим услышать ваши ощущения от 2015 года и рынка, на котором мы работаем. От рынка веб-разработки. Что в 2015 году было ключевым? Какие ключевые изменения вы увидели в 2015 году? И что важно для нас сейчас учесть? Давайте мы тогда с той стороны, у которой есть микрофон, и потом я поделюсь с Романом. Роман. Да. У нас в 2015 году мы специально ограничили рост нашей компании. Мы уменьшили издержки, максимально улучшили бизнес-процессы, насколько смогли. Ну, наверное, есть какой-то еще запас, но очень небольшой. Получили прибыль, купили недвижимость. И сейчас сидим и думаем, что теперь каждый веб-программист в Новосибирске должен пройти к нам на собеседование, потому что нам нужны разработчики. Пора расти. А насколько ты рост? Что ты вынужден был ограничивать себя? Рост в чем? Ну, видимо, в деньгах. Мы по сравнению с 2014 годом тем же штатам увеличили оборот на 40%. То есть у нас было, в общем, на 40%. Почему ты ограничивался? Что заставило тебя? Ну, потому что, как бы, страшно было. Вдруг мы наберем людей, а там прилетит инопланетянин и все съест. То есть ты ограничивал рост именно штата компании? Да. А, так ты рост ограничивал штата. Я рост штата. Не рост самой, не рост бизнеса. Возвучило, как будто Роман сказал, вот 30% и все. А зачем ты недвижимость покупал? У нее есть лишние деньги, а Роман говорит, нет. Недвижимость я покупал просто потому, что вот пройдет счастье, да, вот это вот все. И останется от IT-компании только название и два компьютера. А так еще и помещение. А так еще и помещение. Ты офис купил? Да. Тучные годы? Ну, все-таки в 15-м году, по твоим ощущениям, понятно, что ты рос. В 15-м году все классно было вообще, все классно. Все было шикарно. Никаких изменений относительно предыдущих хлебных лет ты не почувствовал? Нет. Почувствовал. У нас клиенты, конечно, стали более экономные. И у многих, если раньше они говорили, давайте мы все сделаем, будем делать год сайт, потом его запустим, потом будем переделать. Сейчас, говорят, первая версия через два месяца. Каждые два месяца следующая версия. Давайте, вот мы за два месяца сделаем, пройдем к коммерческому директору, покажем эффект. Он выделит бюджет на следующий, там, два месяца, квартал. Мы еще сделаем, посмотрим следующий бюджет. И у нас очень много дала техподдержка, конечно. Ну, и сопровождение сайтов. Как-то клиенты изменились, помимо того, что они стали более экономными? Что-то, может быть, у них изменились предпочтения, пожелания? Наверное, за эффективность стали бороться. То есть, там, просто так, что давайте сделаем, чтобы было уже нет. Госорганизации стали тоже бороться за эффективность. То есть, как-то вот так вот. Тренд, что каждая рубль на счету. Последний уточняющий вопрос под ковыркой. Ты говоришь, что клиенты стали более экономными. Может быть, они стали более образованными? Может быть. Ну, то есть, тратить деньги они направо и налево перестали. В терминах Розенфельда они стали сложными. Они теперь знают, чего хотят. Они теперь понимают. Окей, Сергей. Кстати, в его терминах две очень любопытных категории. Капризные клиенты и сложные клиенты. Мне кажется, это тоже интересный был тезис. А вопрос первый повторите. 15-й год. Что-то в нем, в рынке в 15-м году изменилось? В веб-разработке. В рынке веб-разработки. И что? Мне кажется, в начале года, ну, по крайней мере, из общения с партнерами, я видел, что многим было страшно повышать цену. Это был такой любопытный психологический момент. И прям люди, мне кажется, переживали сказать клиентам, у нас стало дороже. Было ощущение, что они откажутся. Ты не только сейчас про партнеров вообще. Все, с кем я потом общался, или все, с кем я говорил, все, кто поднял цены, во-первых, ни один не пожалел. Во-вторых, ни от кого не отказались по причине того, что он поднял цены. И большинство сказали, что мы стали более эффективны, потому что мы стали больше зарабатывать. При этом, как бы, примерно при тех же усилиях. Сегодня в первом докладе я отмечал свое наблюдение, говоря о том, что взрывной рынок веб-разработки в общем-то прошел этап. Я говорил о том, что скорее мы подходим, ну, рынок не начал снижаться. Он как интернет-население выросло на 15%, там домины, сайты 15-20. Он немножко поменялся, но в целом мы, в общем, должны думать и готовиться к тому, что он приближается, так сказать, к зрелому рынку. На самом деле удивительно, как долго это происходило. Ведь это же действительно долго, и мы почему-то думали, что это будет связано как-то с нами, как с разработчиками, от наших компетенций зависеть. А это, оказалось, зависит от того просто, сколько людей в онлайне, сколько бизнесов, и как это зависит для компании от этого фактора. Вот как-то таким образом у меня выглядит, ну, не знаю, рынок разработки. Так я увижу. Миша? Мы в 2014 году много всего сделали, чтобы 2015 год был удачным. Мы начали объединяться с АИС, ну, я имею в виду Qsoft, сделали альянс. С точки зрения пиара, каких-то таких метрик, типа количество лидов, контактов, у нас все было очень хорошо. По деньгам Qsoft вырос на 20%, 19% за прошлый год. Что, с одной стороны, неплохо, потому что я уж не ожидал, с другой стороны, плохо, потому что для такого пиарно очень успешного года это все-таки мало, и это меньше вроде как даже инфляции фактической. Я никаких чудес не ждал до 2015 года, никаких не жду. Я действительно согласен с Сергеем, что этот рынок зашел в определенную статичную фазу, и я ничего особенного не жду и в будущем. Мне, в общем, все довольно понятно, все довольно прозаично. Вы знаете, я сейчас такой пессимист по отношению к этому рынку. Такая у меня роль. Хорошо играть на другом и быть пессимистичным. Чувые тезисы из своего нашумевшего выступления. То есть никому мы больше не дадим сказать ничего, да? Я убежден, что рынок разработки сайтов, я, во-первых, сделаю поправку. Я смотрел сегодня лайн-трансляцию твою. Графики имеют свойство падать иногда в конце. То есть они выходят на плато и падают, и пейджеры сегодня не очень пока продаются. Дело в том, что я думаю, что мы прошли верхнюю точку этого рынка, он будет уменьшаться. Я уверен, что количество разрабатываемых сайтов будет уменьшаться. Я уверен, что верхний сегмент, то есть самые дорогие решения будут уходить в инхаус. А самый нижний сегмент будет просто исчезать. Я уверен, что рынок будет уменьшаться, работа будет меньше. Он не исчезнет. Он просто станет меньше. И я абсолютно убежден, что если сейчас на рынке в России, не знаю, тысяч десять компаний делают сайты, их будет тысячи две. Жизнь их будет не такая сладкая. Но это не значит, что этот бизнес умирает. Это означает, что эти люди будут заниматься чем-то еще. И я вижу как минимум три-четыре интересных новых ниши, которые вот только-только зарождаются на наших глазах. Просто мы пока не осознаем, насколько это большая история. И очень многие просто уйдут с разработки сайтов в эти новые ниши. Миша, мне кажется, ты сейчас очень интересную вещь сказал. И на ней, наверное, стоит остановиться подробнее. Я думаю, это будет прям нашим следующим вопросом. Наверное, нужно еще дать закончить Степанову. Да, я передумал, давайте в микрофон. Миша, поделись, пожалуйста. Алло, алло. Ну, на самом деле, почти все сказали и даже спорить не с чем. Много вывода из того, что вот Роман сказал, из того, что Михаил пишет. Я, честно говоря, делаю немножко другие. Я вот свою позицию скажу так. Мы не находимся в той верхней части рынка, которая уходит in-house. И уже давно вышли из нижней. То есть вот мы где-то в середине. Я просто хочу сказать, что как раньше, в 10-м году, в 12-м, в 14-м, если пахать, ну, то есть вот там хвататься за то, что кажется вкусным, развивать компанию, уменьшать издержки, растить эффективность, это по-прежнему дает результат. И в 15-м году тоже давало. Соответственно, я не стал ограничивать, как Роман, рост компании. Пока нет разговора о покупке недвижимости, хотя мы с Ромой спорим об этом целый год уже. Может быть, надо это сделать, действительно. А сколько вырос в этом году? Ну, у нас вот было год назад, у нас было 29. Нет, в деньгах сколько вырос? Ну, в деньгах мы выросли сильно больше, чем на 50%. Как? Сильно больше? Чем на 50%, да. Нет, ну… Что ты вот сказать нам не хочешь? Мы и так уже почитали все твои деньги. Ну, что ты в самом деле? Ну, ладно, раз я уже тут почти всем в зале сказал, давайте еще раз скажу. На 73% мы выросли в прошлом году. Рекрасно. В отношении к 14-му. И… Нет, при этом мы набрали много людей, да. То есть мы начинали год… Расходы на сколько выросли? Сейчас нас вот… На конец года было 37, сейчас уже 40. И мы будем расти дальше. Это пока работает. И пока мы повышаем цены, отстраиваем процессы, увеличиваем качество всего вокруг, ну и жадно работаем, вот пока мы не дошли туда, где это уже потолок, я вижу, что это будет работать. Соответственно, что касается клиентов, вы знаете, они очень разные. Кто-то доедает последнюю там что-то и говорит, ребята, спасите нас, обычно не получают их спасти, они умирают. Но в то же время на рынке такое количество шальных денег, ну, у всех, наверное, в запросах приходят эти клиенты, которые говорят, ой, у нас вот тут миллион, вот на это. Ты говоришь, ну да, ну давайте сделаем. И на самом деле рынок очень разный. И найти соседнюю нишу в соседнем городе или победить еще одного клиента, просто надо не лениться, не бояться и пахать. Это было страшно, честно. Я написал сценарий там быстрой смерти или медленной смерти, вот он лежит, этот сценарий. Чего его переписывать? Он лежит. Ну, лучше запрограммировать рост еще на 50%, чем планировать поражение. Поэтому да. И еще хочу сказать, что вот лично для себя я сделал вывод, что пока есть возможность увеличивать команду. Во многих городах я вот разговаривал с людьми, что ее просто нет, потому что людей разобрали Газпромы, ушли в другие компании, там пришел кто-то большой и страшный, там нет людей просто, потому что нет вузов. Надо успевать это делать. То есть я ощущаю некий лимит во времени, вот лично для нашей ситуации региональной, волгоградской. Я ощущаю, что на самом деле время конечное, и вот скоро станет хуже. Но надо пользоваться. Но пока работает. Степан, а что вы сделали для того, чтобы вырасти на 75%, кроме того, что подняли цены? Мы, ну, в общем, классические совершенно советы. Укрупнение контрактов, снижение издержек, меньше менеджеров на производственный персонал. То есть это, ну, довольно банальные шаги по повышению эффективности работы, которую надо производить все время. А вообще, да, это подъем цен, снижение издержек, ну, я имею в виду потерь. Не будем никакого издержек. Мне кажется, ты пытаешься обесценить свой опыт. Ну, банальные шаги. У меня когнитивный диссонанс, прости, я тоже встану в плеяду тех, кто тебя закладывает. Мы вчера с Сергеем Кулешовым готовили, когда презентацию по аналитике большой, и смотрели, что ограничивает рост компаний. Мы смотрели общую статистику, и несколько ответов пробегали, и смотрим, что один из популярных ответов – это низкий спрос. То же самое, что и все сказал. Значит, возможности сотрудников и спрос, да. Да, и низкий спрос. И вот ты вырос на 70-50%, и мы увидели, прости, что да, низкий спрос на услуги. Понимаете, еще раз, мы не обладаем таким даром визионерства, как некоторые из присутствующих. Поэтому фиг его знает, что будет покупать в следующем году. Это мучительная попытка продать вот этому рынку, на котором происходит, ну, честно, фиг пойми что, то, что у нас есть. Поэтому, если бы то, что у нас есть, покупали по фуллтайму, по московской ставке, мы бы выросли на 270%. То есть я в этом имею в виду. У меня не хватает мозгов понять, что надо продавать, и вот это мучительная, квартальная или ежедневная прокачка. В этом смысле. Хорошо. А рынок огромен. Скажите, а кто в зале считает, ну, в общем, уверен в том, что на рынке кризис, и наблюдает это? Кто-то почувствовал кризис 15-го, да. Кто-то изменил кризис, что что-то изменилось, не уверен, что в позитивную сторону. Спасибо. Кстати, рук не так много, как я могла подумать. Все оптимисты убежали к Розенфельду. Возможно, у нас нерепрезентативная выборка, но у нас какое-то интересное получается сочетание. Есть люди, которые считают, что кризис что-то стало хуже. Есть люди, которые выросли на 30% неплохо для кризиса. Есть те, кто выросли на 75%. Тоже неплохо. Непонятно, как сочетать с кризисом. Есть скептики. Отлично. Это еще интереснее. Есть люди, которые считают, что рынок уже практически умер, если не уже умер. Я, кстати, бы хотел с Мишей немножко подискутировать про озвученным тезисом. Первый, почему-то меня как-то услышался по-другому, это с инхаус-разработкой. Этот тезису 10 лет. Вот сколько я помню, мы занимались смс-кой, нам всегда говорили, большие проекты уйдут инхаус. Это примерно как, ERP больше не будут покупать 1С, уйдут инхаус. Мы такие, ха-ха. Или, например, базы данной будут писать инхаус. Или зачем писать онлайн-редактор, ну вернее покупать какой-нибудь, будут писать инхаус. Я не верю в это по софтверной истории. Во-вторых, я не верю в это, потому что объединяется слишком много компетенции. По сути, должна возникнуть новая продуктовая компетенция. Она далеко не всегда. Читать хаббер еще не значит производить решения. В-третьих, это очень высокий риск для компаний. И многие компании уже вступали в эти истории, писали свои системы и не справлялись с компетенцией по разработке. Чего бы то ни было. Не обязательно сайтов. Чего бы то ни было. Это я к тому, что мне кажется, что инхаус история – это какой-то попытка выдать то, что бы мы хотели, чтобы случилось. Конечно. Если социальные сети не выстрелили в 96-м году, это не значит, что они не выстрелили в 2006-м. Это первое. Второе. Мы не можем оценивать то, что ты говоришь, визионерство. Есть глобальные тренды, которые невозможно не видеть. Если вы этого не видите, то вы просто отказываетесь открыть глаза. Тезис следующий. Что считается… Аутсорс – это все, что не считается ключевой компетенцией. Вы не понимаете, мне кажется, всей фантастичности происходящих изменений. Мир никогда не переживал ничего подобного, что он переживает сейчас. Происходит фантастическая централизация продаж и маркетинга и принятие решения о покупке. Фантастический рост конкуренции, когда привлечение покупателя является ключевой компетенцией. Выигрывает теперь не тот банк, который выдает дешевле деньги, а тот банк, который может привлечь покупателя. Маленькое событие, что Тинькофф начал выдавать чужую ипотеку, его даже почти никто не заметил. А это фантастика и революция. Тинькофф выдает чужую ипотеку. То есть теперь ключевая компетенция не деньги, а привлечь клиента. Так вот я убежден, что в банке должно работать то, что мы сейчас называем банком, может быть не будет. Но уметь привлечь клиента в интернете будет важнее, чем уметь найти, что ему продать. Я с тобой согласен, это есть ключевая компетенция. А производить не и не ключевая компетенция. Он может аутсорсить разработку. Кто? Убер. Понимаешь, он делает все in-house. И вот в этом вся фишка. Когда, знаешь, вот эта история же. Вот еще было непонятно, например, год назад, три года назад, как придут мобильники. Всем казалось, что у каждого бизнеса должен быть свой апп. А теперь понятно, как пришли мобильники. Теперь есть специальный апп для заказа твоего типа товаров. Есть апп для билетов, есть апп для такси. Таксопарку не нужен свой апп. Теперь есть специальный апп, где ты получаешь клиентов. Это очень большое изменение, оно фундаментальное. Мы должны понимать, есть тренд на увеличение стоимости лида. Почему я против сайтов? Потому что сайты перестали продавать. Ну, не нужен больше сайт вот этому технополису. Он не может клиентов привлечь через сайт, потому что лиды стоят так дорого, что на сайт он не может налить трафику. Вот надо понимать, что для большинства бизнесов сайты уже умерли. Это постфактум. Это вы просто, по-моему, не до конца понимаете. Они не видят в этом больше теперь ценности, потому что у них нет трафика. И они не могут купить этот трафик. А если ты не можешь купить трафик, тебе не нужен сайт. Да, тебе нужен сайт, чтобы обслуживать клиентов. Тебе нужен сайт для того, чтобы отгружать. Но его роль уменьшается. И я просто говорю, он не исчезнет. Не будет так, что нету больше ни кино, ни телевидения. Нет, я же не такой. А я тебя так услышал. Нет. Я говорю, он сожмется, он станет меньше. Он просто будет меньше. Мы прошли пик, все. Сайтов будет меньше в природе. У тебя звучит так. Из-за того, что появляются сервисы, не будет сайтов. Из-за появления Uber не будет сайтов. Из-за того, что теперь бизнес не может купить себе посетителя сайта, ему не нужен сайт. Можно я это? Голос из глубокой провинции. Вот мы когда начали делать сайты, честно, они тоже нифига не продавали. Это была галочка ценой в тысячу долларов. И да, я согласен с глобальной тенденцией, с тем, что там всех сожрет VIX.com или клон VIX на нижнем уровне, а в верхнем уровне все мегафоны наймут себе веб-отделы, как это уже сейчас происходит, и будут на битриксе фигачить сайты. То есть битрикс без хлеба не останется. Просто, еще раз говорю, если мыслить не категориями глобальных трендов, а вот веб-студии, сидящих в этом зале, мы собираемся остаться одной, ну пусть из двух тысяч хороших компаний, и на три года вперед я эту стратегию вижу. Что будет после трех лет, я не вижу. Это действительно вопрос. И второе, если мы себя видим не просто как сайты строителей, а все-таки, все, наверное, кто здесь сидят, видят себя не только как сайты строителей. На этой сцене год назад говорились прекрасные слова про перформанс-маркетинг. Михаил все время говорит про стоимость лида, про эффективность, про ROI. Мы тоже все умеем говорить эти слова. Есть некоторое количество людей среди партнеров битрикса, которые принципиально не занимаются интернет-маркетингом. Мне кажется, это изменится. Но на самом деле надо всего лишь найти ту ценность, которую ты продаешь, и изо всех сил ее продавать. Ну и хрен с ним, что сайты под нами кончатся. Мы сейчас на ВИК сгоним рекламу. Можно только еще закончить свою мысль? Я все время вас подтолкиваю к одной простой идее. И послушайте, если вам надо очень сильно стараться, чтобы заработать, ваша ниша начала умирать. Зачем вы этим занимаетесь? Займитесь там, где оно само прет. А на самом деле вам всего хватает мозгов. Вы смотрите, у вас битрикс 24 растет сам. Вот, грубо говоря, ну, вот этот ниша растет. Ну, растет она. И вы-то можете лажать, косячить, а она все равно будет расти, и вам будет легче зарабатывать. А сайты вам надо что-то там доказывать. Ты говоришь, надо работать глубже, сильнее. А если ты пейджеры продаешь, ты вообще охренеть как должен стараться. То есть, Миша, ты за то, чтобы бросать заниматься веб-разработкой и искать новые ниши? Я считаю, что кто-то будет делать сайты. В прошлом году какая-то контора, аудиокассеты у нее на 8% бизнес вырос, потому что она единственная стала, что аудиокассеты делает. Кто-то лампы делает до сих пор. Завод есть в Питере, чтобы усилители делать ламповые. Такое направление, винтажные сайты. Я говорю о том, что в ближайшие 2-3 года большинство текущих веб-студий либо умрут, либо перекуются во что-то еще. Может быть, есть восходящий тренд на удаленную работу. Это большой, огромный восходящий тренд, который только начинается. Доля удаленной работы вырастет за ближайшие 5 лет. Отсюда эта история, в том числе и про Питера 24. И вы просто на самом деле даже не замечаете, как вы потихонечку. Вы же очень маленькие большинство этих, очень гибенькие такие. Они сами с собой начинают. Приходит клиент и говорит, хочу купить. Ну вот и он говорит, хочу. И на самом деле это не катастрофа. Просто какая-то ниша растет, какая-то падает. Ниша считает, что рынок изменился. Мы на самом деле уже во втором вопросе. И мы хотели вас во втором вопросе спросить. Все-таки мы вот вышли на это плато условно. Мы видим по графикам, видим, что несколько лет мы не растем экспоненциально, мы растем медленно, достаточно стабильно, как в прошлых годах. Скорее всего, это плато пойдет вниз по экономике или почему-то. Потом будет спад. По законам жанра. По законам жанра, да. По всему остальному. Что вы сейчас… Миша начал отвечать, что он видит рядом с разработкой сайтов. Чем студия занимается, куда можно посмотреть еще. Стоит ли оставаться в этом плато, мы тоже немножко сказали. Кто-то видит стратегию на три года ближайшую. Да, мы будем в нем. Может быть, мы останемся одним из тех немногих, кто останется в разработке. Может быть, мы куда-то отстроимся и уйдем. Вот давайте попробуем поговорить о том, куда можно немножко сдвинуть свой фокус, как компании, как, ну, не знаю, веб-студии, интернет-агентству, мы можем по-разному это называть. Вот как вам сейчас. От сайтов к привлечению лида, к интернет-маркетингу, к чему-то еще. Отвечает? Можно я скажу? Я коротко, а потом ты ко мне давай. Да, безусловно, надо этим заниматься и не сидеть на одной лошади, особенно если она скоро сдохнет. Как нам предрекают. Очень простая фраза. Это маркетинг самого разного интернет-коммерса, там лиды, продажи чего угодно, на хорошем профессиональном консалтерском уровне. На самом деле веб-студии для этого много есть задатков. Их надо просто вырастить, чтобы уметь это делать. Ну и про BX24, дай бог ему здоровья всяческого, рынок действительно со страшной силой растет. Мы вот зафиксировали, я всем коллегам своим рассказал и все время это говорю. Мы получили за прошлый год 22 обращения на внедрение BX24, не на продажу, но на внедрение, из которых 5 в первом полугодии и 17 во втором. Тенденция понятна, да? SEO трафик на BX24 растет, запросы растут, рынок абсолютно пуст, абсолютно пуст. Четыре компании в России занимаются внедрениями. Лидов много. Правда делать тяжело. Да мне друзья обращаются, в Новосибирске мне нужно внедрение, да? Помоги мне найти, кто мне сделает какие-то вещи. Ну ладно. Сейчас компании, которые внедряют BX24, думают, вот я одна, а кто три еще? И вроде я знаю уже семь даже в городе. Ну кто же эти? Давайте тоже попробую. Согласен в какой-то степени со Степаном. На самом деле рынок, вот веб-разработки, разработки программных продуктов, в целом он всегда такой. Вот ты стоишь на одном берегу, например, на сервисной разработке, как мы, и смотришь на продуктовую, и тебе кажется, что там так классно, там зеленая трава, там девушки, там вот сидишь, плюешь в потолок, и деньги там с Google Play сами падают на твой валютный счет. И многие хотят туда. И вот мне кажется, что здесь на самом деле есть уникальная возможность вот сейчас еще не поздно вскочить в тот паровозик, который вот называется BX24. Я знаю, что среди тех, кто сидит в зале, и среди моих коллег есть очень много людей, которые считают, что российские заказчики – это хуже, чем зарубежные заказчики. И вот, ну, наверное, есть шанс попробовать себя на международном рынке, при этом не выходя из той зоны комфорта. То есть, например, писать приложение для BX24 для зарубежки, и тем самым посмотреть, насколько там лучше, и насколько там хорошо. Это если хочется поверить Михаилу и спрыгнуть с корабля, пока он еще не начал тонуть. Если все-таки кажется, что корабль под названием там веб-сайт, интернет-продажи и прочая всякая радость еще будет жить, то, ну, наверное, развивать компетенции консалтинга, потому что клиенты это спрашивают, но платить не хотят. А ты в корабле? Мы в корабле. То есть спрыгиваете, ребята спрыгиваете, и мы… Ну, я могу сказать свой прогноз, какие будут истории расти. То есть я хороню-то только одну историю. Это разработку сайтов на заказ. Я не хороню веб-разработку в принципе, потому что, конечно, доля веб-разработки будет расти, только это не всегда сайты. Это могут быть внутренние системы и так далее. Конечно, будет расти история про удаленную работу, внутренние коммуникации. Конечно, будет расти CRM. Конечно, ничего не угрожает практически дизайну, потому что творческая работа всегда венчурная, художники они вечны. Но они никогда не будут и большими, то есть никогда не будет супербольших дизайнеров. Они всегда будут маленькими такими артелями. И я думаю, что будет здорово расти история про интеграцию с другими сервисами, когда мы будем уметь и учиться связывать носорога со слоном. Типа там, а вот свяжите мне вот это с этим и еще туда. Всякие вот эти облачные истории, их интеграция друг с другом будет как тренд новый, набирать обороты. В общем, вот это мой прогноз. Отлично. Спасибо, Миша. Сергей? Ну, я не согласен с категоричностью, во-первых. Во-вторых, я считаю, что любой прогноз, а тем более на короткое будущее, должен опираться на некую логику рассуждений. Да, действительно, происходит глобальное изменение в структурах бизнеса. То есть каналы спрямляются, людям часто из одного города легко заказать в других, перемещаются точки формирования прибыли. Теоретически это может привести к уменьшению количества бизнесов, что, следовательно, может привести к уменьшению количества, в том числе и сайтов. То есть что значит уменьшение бизнесов? Раньше, например, было несколько логистических систем, прежде чем товар оказывался на полке. Ну, какой-нибудь. Сейчас можно приобрести через интернет и получить заказ. Тем не менее, эти прогнозы звучали, похожие прогнозы на рынке США звучали очень давно. И считалось, что оффлайна не будет. При этом странно, и оффлайн вроде как бы не упал, и онлайн капитально вырос. Это раз. Во-вторых, ну то есть прям такой тенденции перетекания бизнесов туда не произошло. Бизнесы есть, существуют, работают. Их принципы функционирования очень часто меняются, что в результате приводит к тому, что они вместо открытия офиса, обычного офиса, не откроют его, а зато большую сумму могут вложить в открытие онлайн офиса, в разработку системы интеграции, в интеграции с сервисами, с другими системами. Я это называл интеграция как бы веб-сайта, если мы еще раз… Веб-сайт это упрощенное как бы аккумулирующее слово. Оно включает в себя ряд информационных систем с веб-интерфейсами, будем так говорить. Они становятся частью компании, соответственно, плотнее и жестче интегрируются. Поэтому я как раз и говорил, что изменится предложение на рынке. То есть да, просто сайт можно будет продавать, но вот этот сегмент скорее всего точно упадет. Но мы предлагаем чаще всего системы, интеграцию, консалтинг и ряд других вещей. Соответственно, по моему представлению, информационные системы вообще в предприятии могут расти только в одном направлении. Ладно, в двух. В веб и в мобайл. Ну что в общем одно и то же. То есть если компания затевает хоть какой-то IT-проект, то он будет про веб и про мобайл. Иногда про какую-то большую автоматизацию. Все. Вариантов в общем больше особо нет. Поэтому компетенция, которая есть у нас с вами, и давайте ее назовем веб-разработкой в целом, она не просто будет востребована, спрос на нее будет расти, на мой взгляд, только больше и существенно. Поэтому драматизм развития, тем более в краткосрочной такой перспективе, 2-3 года не вижу. Без сомнения, сервисы повлияют на рынок. Некоторые сегменты прямо консолидировались и изменились в краткосрочной перспективе. Ну, например, такси мы все видим. Но не случилось этого, например, на рынке домашних услуг. Хотя уже лет так по 4-5 разные венчурные фонды туда бабахают деньги. Очень много желающих, как это, уберизаться и заняться в разных сегментах, но не всегда это взлетает. Сергей, там уже много игроков. Да, но пока Авито борет там многих. Там три крупных игрока. Одним словом, ученые, как всегда, спорят по этому поводу, а мы продолжаем все делать интернет-системы. Поэтому мое представление о том, что IT теперь, оно вебовское. Давайте так скажем. То есть с той же самой компетенцией мы сейчас немножко смещаем внутри фокус. То есть мы делаем не сайты, делаем немножко другие продукты, но примерно остаемся в том же поле. Сайт остается точкой сборки, как я понимаю. С внутренними процессами, с внешними процессами. Да у него может даже не быть лица. У него может быть просто мобильное приложение. Он может не смотреть в интернет, может смотреть во флудер. Принципы разработки, они в общем все остались. Все, что мы делаем, это и есть компетенция. Вот я знаю еще две категории IT-систем, которые делаются сегодня. Иногда внутреннюю автоматизацию производства запускают. Чаще всего это особые системы. Они как отдельная категория сложившиеся. И то там целая революция происходит. Они тоже от клиент-сервера переходят немножко к другим принципам. И интернет-системы. Спасибо. Мне кажется, у нас тут сейчас просто такие большие перспективы на много лет вперед были описаны. Очень интересно услышать. Мне кажется, здорово. Но давайте попробуем для тех, кто сейчас в зале, может быть, попытаться дать какие-то более конкретные советы. Вот, наверное, здесь есть коллеги наши из каких-то регионов. Или, может быть, даже из Москвы. И они понимают, что что-то меняется. Слышат какие-то интересные прогнозы. Но они звучат довольно абстрактно. А на дворе 2016 год. Ну и как-то много про него говорят странного. Что бы вы посоветовали делать, если веб-разработка растет, сайты вроде как не растут. Есть еще рекомендации заниматься маркетингом, консалтингом. А вот если кому-то из наших гостей постараться дать три конкретных совета. Попробуй сделать это, это и это. Может быть, даже на базе своего опыта. Я на 2016 год внутри компании буду делать вот такие вещи. Это может касаться не только… Только, черт, пытаться не обмануть конкурентов. Не увезти их в другую сторону. Мы исходим из парадигмы, что все честные люди и честно отвечают. Тем более у нас вся статистика есть. Мы про половину рассказываем, что у кого только цифры уточняем. Это может касаться не только смещения фокуса, что мы делаем. Это может касаться внутренних процессов компании. Построения команды, эффективности, выстраивания процессов между делами, подразделениями внутри себя. То есть я буду делать вот это. И я думаю, что я готов рекомендовать раз, два, три для отрасли. Кто готов начать? Давайте я. Что конкретно мы будем делать в 2016 году? В 2016 году мы будем конкретно делать три вещи. Первое. То есть мы обеспечиваем себе, чтобы у нас на расчетном счету были средства для безбедного существования в течение квартала. Но для нас это 6 миллионов. То есть вот конкретно сейчас у нас там 4. Но мы купили офис и чуть-чуть как бы поиздержались. Второй шаг. Мы в прошлом году, в конце года занялись внутренним маркетингом. Позвали специалиста. Она пришла, сказала, у вас круто. Вы живете лучше, ну там удовлетворенность лучше, чем в Швейцарии. Надо про это рассказывать. Соответственно, мы будем рассказывать всем и действительно обеспечивать, что мы классные. То есть вот заниматься внутренним маркетингом. Потому что, походив по конференциям, пообщавшись с профессионалом, мне дали простой совет. Если у вас внутри все хорошо, то и снаружи все будет классно. Поэтому направляем усилия, чтобы внутри все было хорошо. И, знаете, как ни странно, люди увольняются в кризис, но хороших людей на рынке, ну там сильно больше не становится. Поэтому у нас задача, чтобы все хорошие веб-разработчики и близкие к ним стали работать у нас. Но это в Новосибирске. Вот твои задачи. Спасибо. В основном внутренние. То есть все-таки ты в следующем году будешь ростить штат? Да, мы 15-й год сдерживали рост штата. Видите, проиграли Степану в росте, в процентах. То есть надо догонять. Зато офис есть. Если ты офис учтешь, там может такой же процент получиться. Степан, тебе нужен офис. Один-один. Тебе нужен офис Романа. Поменяйтесь, да. То есть я программистов, а Роман офис не пойдет. Тоже программист. Мне кажется, просто Степан не купил офис, потому что он не знал, насколько он вырастет. Он говорит, я буду расти, расти, расти. А под сколько брать, непонятно. Ну давай я кратко скажу, что мы будем делать. Наверное, главная задача, за которой я буду следить, я бы советовал следить, чтобы рост выручки, будем 30-70%, опережал рост расходов. То есть если вы растете на 50%, ваш оборот, смотрите, чтобы каждый месяц расходы росли не больше, чем на 45. На 40. Еще раз, ваш оборот вырос на 50% за этот месяц, расходы должны расти меньше или столько. Желательно меньше. Я имею в виду, что каждый месяц следите за этим показателем. Следующая часть. Я не хочу, чтобы расходы росли сильно меньше, чем оборот. Это странно. Но я ставлю задачу таким образом расходовать средства, чтобы мы потратили много на маркетинг и на людей, на разработку, на производство и вообще на создание продуктов, но в то же время, чтобы соблюсти первое правило. То есть это сложная задача, на самом деле, освоить столько денег и такой рост, при этом сохранив эффективность. Роман очень правильный тезис сказал. Это внутренние отношения и отношения внутри. Я вообще считаю, что внутренние первичнее, чем внешняя конкуренция, изменение рынков и многих других вещей. Мне кажется, что это одна из самых важных задач, за которой я всегда следил и буду продолжать следить. Ну вот, наверное, таких три момента. Ну, даже если рынок падает, это не значит, что нельзя расти. То есть это просто тяжело. Поэтому, ну, Qsoft, Альянс АИС Qsoft есть набор технических задач, увеличить чек по клиенту, увеличить LTV, вырасти там на несколько десятков процентов за следующий год. Плюс мы уже начали развивать два новых направления продуктовых. сервисный дизайн и новая проблема – это digital pipeline. Я просто пока не могу рассказать, что это такое. Вот эти две новые истории мы качаем потихонечку. Мы рассчитываем, что это новые будут растущие продукты. Проблема в том, что для того, чтобы делать какие-то стратегические изменения, вводить новый продукт, продуктовую линейку, заводить новый тип услуг, тебе нужны ресурсы. Ты не можешь, когда у тебя… То есть фишка в чем? Что если рынок снижается, то у тебя наступает в какой-то момент такая ситуация, что денег все меньше, 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 все впритык, впритык, все напрягаться, напрягаться. Вот задача на любом таком, в таком тренде либо все-таки как-то обеспечить рост, либо с опережением даже упасть, высвободить ресурсы и их перенаправить, переинвестировать в новые истории. Мне кажется, что вот эти два направления, которые мы выбрали, то есть это сервисный дизайн и диджитал пайплайн, они будут работать. Другое дело, что рынок очень инертный, ничего быстро не происходит. И тут, как бы, если получится несколько проектов новой категории взять, закрыть, продать, убедить, уже будет неплохо, уже будет хороший результат. Поэтому планы довольно-таки простые. То есть если внутри в компании крутятся идеи, пары новых направлений, пары стартапов, то вот время дать им сейчас шанс. Не-не-не-не-не. Вот по поводу давайте запустим стартап, надо понимать, что вот я в 2009 году запустил 5 соасов. Денег я увидел через 5 лет. То есть надо понимать, что любой стартапик, вот такой а-ля, это на несколько лет высасывание денег, они ничего не приносят, только высасывают. И если денег сейчас не очень-то, и тренд не очень-то, то запустить сейчас проект будет просто убийственно, скорее всего. Нет, я говорю о том, что у нас есть клиенты. Самое ценное, что у нас есть вообще, чтобы вы понимали, это не какие-то сумасшедшие компетенции. У нас есть клиенты, у нас есть аккаунт-менеджеры, у этих клиентов есть деньги. Проблема может быть только в том, что они не хотят купить то, что мы раньше продавали, но готовы купить что-то еще. Задача сейчас, есть метрика, есть аккаунт, то есть клиент. Задача выручка по аккаунту. Задача выручка по аккаунту увеличивать. Либо поставкой новых услуг, либо переупаковкой текущих услуг, поднятием чека, если ты можешь поднять чек. Надо увеличивать. Мы не собираемся менять бизнес у Qsoft. Мы будем обслуживать клиентов, будем обслуживать тех же самых клиентов, это будут те же самые клиенты, просто мы собираемся им предлагать чуть более высокоуровневую услугу, с большей маржой, более сложную, немножко другую. Мы все меньше будем говорить, мы делаем сайт, все больше будем говорить, мы делаем раз, два, три. Если говорить о конкретных шагах, вот когда Сергей показал стратегию Bittrex на 2016 год, я увидел там грубо те же четыре пункта. Наверное, это не случайное совпадение. Надо всем делать примерно одно и то же. Но только Bittrex это уже сейчас делает намного лучше, чем там средний партнер. Что мы будем делать? Больше работать над маркетингом. Не в смысле тупого там постинга, хотя и постинг тоже нужен. Уметь гораздо лучше и гораздо доходчивее рассказывать те крутые вещи, которые мы делаем. Мне кажется, это очень общая болезнь для всех. Круто делаешь, не умеешь об этом рассказывать, или рассказываешь не на том языке, вот о чем Розенфельд говорил. Второе, это переупаковка услуг. Михаил сказал очень правильное слово. Мы на другом уровне работаем, но мы тоже поняли, что то, как мы называем свои услуги, это совершенно по-китайски для клиентов. Надо найти, вот визионерства, которого не хватает, надо найти то, что спрашивают эти клиенты, и про это рассказывать. Это вот второе, это очень-очень серьезная штука. Ну, безусловно, следить за техническими показателями, за атмосферой в компании, это безусловно, это обязательно. Еще я хотел сказать такую вещь, я ее раньше не говорил, но мне кажется, она важная. Вот лично для меня партнерские конференции Битрикса это такой вот концентрат. Тут говорится, ну, скажем так, примерно одно и то же из года в год, это не упрек, но то, что говорится, не вредно бы в свободное воскресенье любому руководителю любой студии взять и, особенно то, что консультанты рассказывают и тренеры, взять и послушать, и, ну, не знаю, там умные мысли, по сути, они вот в воздухе висят, надо их просто взять и сделать. Это очень для меня лично большой ресурс по получению умных советов. Просто потом надо сесть, переспать с этим советом, потом его сделать. это, вот мой совет тем, кто этого еще не делал, или редко бывает, или редко смотрит онлайн, это надо сделать, потому что клевые штуки тут говорят, и надо не лениться просто потом реализовать. Спасибо. Может быть, дадим возможность теперь залу задать вопросы? У нас было три вопроса, они достаточно емкие, и участники говорили много такой концентрированной информации. Мы готовы сейчас перейти к вопросам, чтобы вы либо уточнили, либо помучили. Можно задавать вопросы не совсем там по тем ответам, которые вы услышали, можно задавать то, что вас волнует. Вот я вижу в конце зала первый вопрос. В начале зала тоже есть. И в начале зала тоже есть. А я спущусь сейчас. А вот не сказали ничего о том, что будет с теми компаниями и с теми сайтами, которые… Ну, у нас же есть, в принципе, срок жизни сайта, как у любого софта. Есть там срок жизни, он устаревает через год, через полтора. Вот не является ли это направлением для роста, не является ли это веб-разработкой, созданием сайтов? Сколько раз меняли сайт МТС, там Билайн, я не знаю, там Банки, там Тиньков чуть ли не каждый день переделывает. Вот в этом направлении не является ли это вообще драйвером, на ваш взгляд? И потенциалом для роста рынка, в принципе. Из-за того, что сейчас кризис, может быть, по этому полку и образовалась, что просто компании сейчас не хотят на это деньги тратить, а потом будет отложенный спрос. Да, спасибо. У МТС было несколько лет назад 120 сайтов. Насколько я помню цифры, просто тоже наш клиент. По-моему, у них было 120 сайтов. Сейчас, я не помню, я могу наврать, но мне, по-моему, наш коллега из МТС говорил, что они уменьшили это количество в 10 раз. Ну, чтобы вы понимали. То есть количество сайтов, которые есть у МТС, уменьшается драматически. Клиент никуда не делся. Аккаунт, как клиент, его бюджет не то, что никуда не делся, он даже увеличится в ближайшее время. Просто долю ценности непосредственно разработки сайта будет уменьшаться. Вот за непосредственно разработку сайта клиент будет готов платить меньше, чем он платил раньше. Он будет готов платить за что-то еще, и бюджет у него, может быть, даже будет больше. И если вы работаете сейчас аккаунтом с МТС, он никуда не делся. И ваши возможности зарабатывать больше с МТС тоже никуда не делись. Но вы не сможете зарабатывать больше, просто разрабатывая сайт. Вот что я говорю. Предлагайте что-то еще. Предлагайте, как еще вы можете этому аккаунту, что вы можете предложить, как вы можете развить аккаунт, какой LTV по аккаунту у вас есть. Вот надо понимать, что мы тут часто любим говорить, сколько стоит разработка сайта. Нет, это неинтересно. Интересно, какой LTV у аккаунта. Вот к вам зашел аккаунт, вам зашла компания с вами работать, МТС. Сколько денег заплатит МТС вашей компании в течение пяти лет ближайших? Надо, конечно, разгадать источник твоего пессимизма. Извините. Я в Америке живу. Вот я только хотел сказать. Видимо, именно присутствие там. Я с вашего разрешения тоже отвечу на этот момент. Помните, мы всегда в каком-то мере завидовали 1С. Мы говорили, ну вот у них-то красота. Смена налогов за сменой. И каждый раз обновление конфигурации нужно. И каждый раз нужно. И ты все время вынужден обновлять. Но вы посмотрите на наш рынок. Два года сайт дрова. Нужно мобилу переделывать, теперь нужно под мобильники соответствовать. Через чуть-чуть нужно будет еще что-нибудь переделать. До этого были Аяксы, потом HTML5, потом, о чудо, поменяли все браузеры, и всем нужно соответствовать этим браузерам. Это, с одной стороны, вынуждает все время реконструировать. Ощущение, что у вас устаревший сайт, у большинства компаний, которые есть на рынке. С другой стороны, совершенно справедливый тезис, что сайты реконструируются уже не просто как картинки. Может, у них там было 120 сайтов, но статических. Сайты становятся системами, они становятся сложными, они становятся развитием компании, ее пониманием, что они ожидают от проектов и сайтов. И вы, конечно, не просто перерисовываете, а вы его продаете, по сути, новую концепцию. Конечно, это источник большой. Спасибо. Это снова я, Александр. Меня интересует, по вашим наблюдениям, как, вот если точнее, изменился заказчик. Что изменилось в его потребностях, допустим, за год прошедший? Либо там, ну, говорят, взрослеет клиент. Вот как это выражается в конкретно прошедшем годе? Чего нового в его потребностях появилось? Как он там переосмыслил что-то? Давайте я попробую ответить. У нас есть наблюдение двух типов заказчиков. Напомню, у нас компания работает в Москве и Новосибирске. То есть мы можем сравнивать региональных заказчиков и московских заказчиков. В региональных заказчиках в Новосибирске стало мало клиентов, которые могли бы заказать у нас разработку индивидуального проекта с долгим сроком разработки. Зато стало много клиентов, которые берут готовый сайт, в том числе из маркетплейса, и потом в течение года приносят нам ту же самую сумму, как если бы они заплатили сразу за разработку, только все это время у них сайт работает, приносит прибыль, приносит клиентов. И вместо феерических каких-то идей мы делаем конкретные бизнес-идеи, которые нужны. Продавать стало с одной стороны проще, с другой стороны немножко сложнее. В Москве у нас ситуация немножко другая. Мы активно участвуем в тендерах, в том числе на тендерных площадках и на государственных площадках. И мы видим, что в том числе государственный заказчик стал компетентнее. Он хочет получить за свою сумму, которая у него выделена, он хочет действительно получить то, что написано. Да, конечно, технические требования в тендерах по-прежнему далеки от идеала. То есть очень большой риск, если вы не понимаете, что там написано, вписаться и потом выйти с минусом. Но вместе с тем мы видим вот такую ситуацию. Мне вообще удивительно, что когда все говорили про изменения 15-го года, никто не сказал про изменения этого цикла разработки. Потому что я это слышу по петербургскому рынку, я много общаюсь с партнерами, я много слышал о том, что действительно крупный проект, который раньше был, не знаю, на полгода, например, и он брался сразу, перетекает, давайте быстро запустимся и те же самые деньги получим, может быть, в эти же полгода или год, но итерациями и такими платежами. И не за то, что мы сделали сайт, а за то, что мы запустились и подкрутили одно, второе, третье по действительно реальным потребностям. Все то, как ты говоришь. Ну вообще это, наверное, фундаментальное изменение ожиданий к IT-системам в целом. То есть большинство ожидают, что они получат готовую IT-систему, я не только про сайты, а вообще про любое внедрение. Начнут взлетать и по дороге прикручивать необходимые запчасти, кастомизировать, что-то делать. Возможно, это связано с тем, что действительно большинство систем уже готовы. Возможно, это связано с интернетом и доступностью разных типов сервисов. То есть все-таки ведь прошло довольно много лет, и информационные системы довольно далеко продвинулись в состоянии готовности к использованию. Но в целом большинство IT-директоров уже относятся к этому как-то с ожиданием. Я вот на этом рынке чуть больше 10 лет, а у меня, как назло, память хорошая. И я помню, как на таких же точно партнерках были круглые столы, и мы всерьез обсуждали, как убедить заказчика, что ему не нужно две параллельных дизайн-концепции, а вот чтобы одна была. И все уже забыли, что это такое. Ну, то есть мы просто даже не замечаем изменений, которые происходят. Происходит то, что мы давно хотели, заказчик стал профессиональней, он теперь говорит про лиды, про конверсию, про стоимость целевого действия. Важное изменение, кстати, очень важное изменение для вашего бизнеса резко консолидировать принимаемые решения на стороне заказчика. То есть если раньше решение по сайту мог принимать президент и владелец, которому говорили, что изображение женщины с ребенком мотивирует на образ, понимаете, то сейчас на той стороне сидит чувак, у которого KPI, у которого интернет, решения консолидированы, и он уже с вами не про женщину, образ женщины с ребенком, а про чувак, как ты будешь работать с трафиком, который я купил в этой CPA-сети. Это очень важное изменение для нашего бизнеса. Нам теперь не надо проводить красивые презентажки в кабинете у директора с двумя параллельными дизайн-концептами, чтобы у него было что выбрать. Но нам нужно учиться работать со смежными технологиями все более и более активно. Но это все было предсказано задолго до. Давайте вопрос. У меня вопрос, наверное, из серии английский, там за 30 дней выучите. Сейчас идет, если вопрос о построении бизнес-процессов в компании. Представьте, что бизнес-процессы, например, не отлажены. Ну, в среднем многих студий. С чего бы вы посоветовали начать по построению стратегии? Какие советы можете дать? Я понимаю, что у всех сидящих здесь на сцене уже процессы в большинстве случаев отстроены, и они доотлаживаются регулярно. А если нету стратегии, не отстроены процессы, с чего начинать? Давайте я попробую. А может я? Мне кажется, Розенфельд очень правильно сказал. Никого не интересуют ваши бизнес-процессы. Если ты можешь производить с заданной себестоимостью, все окей. Хочешь улучшить себестоимость, хочешь снизить риски. То есть определи, что ты считаешь. В этом, наверное, должна быть твоя цель. Не просто систематизируй бизнес-процессы. Снижаешь риски, себестоимость, объем продаж, производительность. Какой-то критерий другой. Я дополню. У нас за бизнес-процессы отвечает исполнительный директор. Мы на днях буквально подводили итоги года и обсуждали с коллегами. Идея простая. Если вы почему-то хотите, чтобы у вас были бизнес-процессы, вы должны взять человека ответственного, и ему будет тяжело. Но каждый день он должен по чуть-чуть приближать вас к цели. Просто чтобы не тебе было тяжело? Или чтобы человек-то взять? Ну, типа того. Ну, он ответственный должен быть. Во-первых, я бы сказал вам, что забудьте… Смотрите, сначала надо понять, что не надо думать про бизнес-процессы вообще. Вот сначала нужно подумать, растет ли выручка без бизнес-процессов или не растет. Вот у АМСРМ, например, выручка растет, а бизнес-процессов там никаких. Команда выросла в три раза до прошлого года. Полный бардак, пожар, катастрофа. Каждый день. Если так, то хорошо. Бизнес-процессы, надо понимать, что это не является целью. Бизнес-процессы, зачем вы их делаете вообще? Если тем не менее вы понимаете, что все-таки, наверное, да, нужны бизнес-процессы, и вы хотели бы услышать у меня прикладной совет, прикладной совет звучит так. Выделите отдельного человека, одного, который будет заниматься только внутренними бизнес-процессами и ничем больше. И выделите на это самого лучшего своего человека, потому что нет ничего более сложного, чем менять вашу компанию. Вот у нас такой человек есть, зовут ее Юля. Для меня это один из самых ценных сотрудников. Она занимается нашими бизнес-процессами уже последние шесть лет. Она менеджер внутренних проектов. То есть ее главный талант в том, что она может всех измучить. Она ходит с ним и говорит, мы должны сделать, мы должны сделать. Ты такой робот, ты говоришь, Юля, нам надо сделать вот это. И она всех замучает, измучает и заставит это сделать. Вот у нас плохо получалось заниматься внутренними процессами в Кью-софте, пока не появилась Юля. Как только появился менеджер внутренних проектов, у которых ничего кроме этих внутренних проектов нет, стало возможно потихонечку вносить изменения. То есть мы думали, ага, нам нужно внедрить вот такой вот документ. И она занималась внедрением этого документа. Так она и есть, так она и делает. В общем, это единственный прикладной совет, который можно сделать. Но, еще раз, проблема нашего рынка, что у нас кого ни возьми, все занимаются бизнес-процессами. Это совсем не то, чем надо заниматься. Занимайтесь продажами, занимайтесь чеком, занимайтесь выручкой, занимайтесь вопросом. Вот вы спросите, вот у вас есть клиент. Сколько он вам заплатил в этом году? Этот клиент может вообще на этот спектр услуг заплатить больше? Если он может вообще заплатить больше, почему он не заплатил вам больше? Вот самый главный вопрос. А бизнес-процессы – это потом. Это вот когда у вас уже будет вас деньгами заливать, вот тогда будете думать про бизнес-процессы. Примитивный, провинциальный вопрос. Ценник на интернет-магазины. Кастомизированные, уникальные. Ниже которого не ваш клиент, и выше которого вы счастливы и довольны как руководители, как собственники. Еще раз извините за провинциальность. То есть делаете или нет сначала, а потом уже ценник. Я шучу. Я не очень хорошо услышал. Вы спросили, сколько стоит интернет-магазины, чтобы нам было хорошо? Или есть интернет-магазины, или есть интернет-магазины, которые на каком уровне выкладываются по главной отделке? Ну, вы понимаете. Давайте скажем о самом понятном типе интернет-проектов. Это интернет-магазин, ну, как мы говорим, с полным фаршем. Интеграция, скидки, склады и всякая такая штука. С дизайном. На битриксе, конечно. Конечно, да. Мне кажется, что вот с перечисленным объемом функциональности такой сайт, ну, вот в наших ценах, город Волгоград, московские, российские клиенты, очень плохо, если он стоит меньше, чем 400 тысяч рублей. Средняя цена такого проекта должна быть, ну, вот так скажу, 700-800, а больше миллиона, это, как я уже говорю, ну, миллион-миллион 300, и выше, это, как я уже говорю, это клиент где-то начал выпендриваться. Там очень много, вы понимаете, да, где можно начать это делать, например, тянуть интеграцию скидок из 1С в битрикс. Вот одно это убийственная процедура может потянуть на полмиллиона рублей. Еще раз говорю, это не про выискивание хитростей, это нормальное боевое решение. Вот у нас такой уровень цен, и мы собираемся в следующем году его раза в полтора повысить. Вот так. Я скажу так, я учу Qsoft последние два года перестать думать о чеке, думать об LTV по аккаунту. Я считаю, что если клиент принесет нам менее 30 миллионов рублей за пять лет, то это ниже нашего порога он неинтересен, то есть где-то 500-600 тысяч рублей в месяц. И прошлой осенью они там устроили огород из каких-то микроклиентов, которые по 300 тысяч рублей в месяц платят. Прошлой осенью я им запретил это вакханалию, я их всех сказал убрать. Вон сидит Виталий, не даст соврать. Я сказал, расторните контракты, убирайте этих клиентов, потому что у нас очень ограниченный пул. Мы не можем на текущем уровне менеджмента больше 20-30 аккаунтов эффективно вести. Соответственно, если мы будем держать у себя аккаунтов с очень низким LTV, они занимают чье-то очень важное место. Поэтому мы сейчас мыслим этой категории. Если он принесет меньше 600 тысяч рублей в месяц, это очень плохо. И за это решение по золотах. Миша, спасибо. Мне, кстати, это кажется очень важная вообще точка зрения, которая совпадает с пониманием, что на зрелом рынке вы строите долгосрочное отношение с клиентом. То есть если вы не просто проекты забыли, как мы раньше рассуждали в терминах, а вы про мы ваш партнер по интернет-бизнесу, тогда вас интересует среднемесячный чек. И LTV, то есть lifetime value, то есть жизненный цикл, сколько вы зарабатываете на клиенте. Это очень хорошо. Это и про поддержку, и про коммуникации, и про аккаунты, и про все проекты, которые делает клиент. Это правильный подход к адаптации к изменяющемуся рынку. Я бы так говорил. Ну, я, наверное, завершу. У нас, напомню, есть два типа проектов. Это индивидуальные и быстрый старт, и последующее развитие проекта. Если мы говорим о быстром старте, то это 200-300 тысяч, и в последующем ежемесячно от 50 до 150 тысяч рублей на сопровождение, то есть если мы говорим об индивидуальном проекте, то, что вы сказали, то начиная от миллиона, ну, там зависит от масштаба. Вторая была у вас подоплека вопроса, что мы не возьмем, да? То есть мы сейчас не предоставляем возможность, чтобы один клиент обеспечивал нам больше 15% оборота компании. То есть, грубо говоря, вот у нас сейчас мы не можем позволить, чтобы клиент обеспечивал нам больше 6 миллионов в год. В год. Мы будем наращивать оборот, чтобы взять его. Надо взять еще одного на 6. Да. Расширить пул, нарастить оборот, чтобы взять и этого. Он все-таки был меньше 15. Друзья, на самом деле очень… Форма отказа клиенту. Мы еще недостаточно крупные для вас. Сейчас подрастем и возвращайтесь. Буквально два дня. Подождите, я вам перезвоню. Мы догоним выручку. На самом деле мы с очень пессимистичными, что ли, на мой взгляд, вопросами вошли в диваны или круглый стол, что рынок вышел на плату и будет падать, вроде как, и стоит ли оставаться здесь, и что за кризис вы чувствовали в 15-м году. А по всему столу получается, что никто не чувствовал особенно кризиса. Некоторые сдерживали рост, некоторые не сдерживались и росли. Все видят ниши рядом с веб-разработкой, ну мы в общем называем это веб-разработкой, никто не собирается ее покидать. Все говорят, да здорово, мы видим какие-то риски, но мы останемся здесь, будем смотреть чуть-чуть в разные стороны, будем работать с клиентами, продолжим здесь жить. И в качестве прогнозов на 16-й год никто не говорил про страшное слово выжить, не знаю, или там сократить, или что-то оптимизировать. Все говорили про то, что нужно работать эффективно так же, на этом же поле, и у всех прогнозы позитивные, в принципе, по любому спикеру. Спасибо большое, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо большое.